И в какой-то момент его планом было взять язычество и смешать его с христианством. А когда святое смешивается с языческим, Писание называет это нечистым. Яхвы не принимает ничего, что является нечистым. Это должно быть чистым. Это должно быть отделенным и святым. Кадош на иврите. И каждый год, когда я начинал праздновать Рождество, у меня появлялось ощущение, будто что-то в этом не так, будто я что-то упускаю. И всё было уже не так, чем когда я рос. Возможно, у кого-то из вас глубоко внутри есть похожие ощущения. И когда мы будем делиться этой информацией, и хочу вас сразу же предупредить, некоторая информация вас шокирует, что-то вас даже возмутит. Поэтому я хотел бы ободрить вас, не бояться той истины, которую вы узнаете, потому что в результате эта истина, согласно Писанию, сделает с вами только одно. Она сделает вас свободными. Мы боимся даже заглянуть в эти вещи, потому что мы знаем, что это проведёт решающую черту на песке. А мы не хотим принимать этих решений, потому что, в конце концов, мы хотим того, чего хотим мы. Нам удобен наш образ жизни. Нам удобна наша религиозная деятельность и наши традиции, которые полностью придуманы людьми. Не знаю, как вы, но я в конечном итоге хочу угодить ему. Теперь, как по-вашему, когда был день рождения Немрода и Фомуза? В первый день года, когда Солнце возрождается. И в какой день, вы думаете, возрождается Солнце? Это происходит в середине зимы, в зимнем солнцестоянии. 25 декабря. Правильно. Вот откуда мы получили 25 декабря. На Рождество, когда мы говорим, что родился Иисус. Почему же мы выбрали именно 25 декабря для дня рождения Иисуса? Откуда взялась эта дата? Все очень даже просто. Иисус был Сыном Бога. Фомуз был Сыном Богов. Он был Сыном Своего Отца, Ваала. Таким образом, язычники, а ранее христианство вышло прямо из язычества, в Риме, они уже и так поклонялись Богу Солнца в воскресенье, в Риме. Это то, откуда и пришло поклонение в воскресенье. Первоначально все первые христиане поклонялись в субботу, но это было заменено на воскресенье, поскольку все язычники поклонялись Богу Солнца в Его день, в воскресенье. А также они поклонялись Ему на Его день рождения, 25 декабря. Так что вполне естественно, что когда Иисус появился на арене, и Константин предположительно был спасен в 300-х годах, они пошли на компромисс, чтобы облегчить людям переход в христианство, сделав день рождения Иисуса в день рождения Бога Солнца, который они уже и так привыкли праздновать. И вот откуда мы и получили 25 декабря. Одно из крупнейших культовых и языческих празднований происходило во время зимнего солнцестояния. Почему? Потому что это то время, когда Солнце возрождается, и когда дни года начинают становиться длиннее. Таким образом, день рождения Бога Солнца совпадает с этим днем, 25-го. Первоначально это было 21-го, но затем из-за изменений в Юлианском календаре это было перенесено на 25-е декабря. Здесь мы можем видеть, это древняя фотография Немрода, что все боги Солнца из любого конца света, возможно, имевшие разные имена, но следы всех их ведут обратно к оригинальному богу Солнца, к Ваалу, также известному как Немрод. Посмотрите на его фотографию, где он с длинной бородой. Вы уже можете чувствовать, куда я направлюсь дальше, поскольку мы начинаем обнаруживать то, как праздник 25-го декабря непосредственно связан с самим Санта-Клаусом. Некоторые из различных имен, которые имел Ваал, были следующими. В Персии это был Митра. Вы можете самостоятельно это изучить. Это невероятно увлекательно. Если вы исследуете языческое культовое поклонение Митре, вы увидите огромное количество связей с некоторыми вещами, которые мы делаем в христианстве. Это за 500 лет до рождения Иисуса, перед Ешуа. Это называлось рождением непобедимого сына, которым был Митра. Асирис и Хорус и Ра в Египте. Его называли Атис в Риме. И для празднования их дней рождения у римлян было величайшее торжество, которое называлось праздником Сатурналии. Догадайтесь, сколько он длился? 12 дней. Правильно. Это как раз то, откуда мы получили те 12 рождественских дней. То есть прямо из того празднования Сатурналии, которое происходит во время зимнего солнцестояния. И догадайтесь, как халдеи называли этот день. Сегодня мы называем это Рождеством, но в то время халдеи называли это День Ю. Вы знаете, что в буквальном смысле означает День Ю? Он означает День Младенца. И они определенно не имели в виду Иисуса. Они имели в виду Фомуза, который был Сыном Бога, который однажды пришел бы и спас их от мира. Вы видите, Сатана ничего больше не может сделать, кроме того, как взять истину, извратить ее и заставить людей верить лжи. И это то, что он сделал с историей о рождении и смерти нашего Господа. Он воспроизвел это в язычестве. И в какой-то момент его планом было взять язычество и смешать его с христианством. А когда святое смешивается с языческим, Писание называет это нечистым. Яхва не принимает ничего, что является нечистым. Это должно быть чистым. Это... Продолжение следует...